Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Двух воспитательниц скандально известного детского сада Happy Baby приговорили к реальным срокам лишения свободы. На какой по счету апелляции суд встал на сторону пострадавших? 3000 жителей края страдает болезнью Паркинсона. В неофициальной статистике пациентов еще больше. Как вовремя распознать у себя страшный диагноз? Шелковый путь пройдет через Барнаул. В следующем году Алтайский край примет всемирно известный ралли-трейд. Страшная авария произошла сегодня в Алейском районе. Лобовое столкновение «Жигулей» и грузовой фуры чудом обошлось без жертв. Стекла везде. Для этого авто не сообщается. По факту ДТП проводится проверка. Сегодня в Барнауле двое воспитателей детского сада Happy Baby получили реальные сроки. Напомним, несколько лет назад скрылось, что в элитном детском саду издевались над детьми. Их душили, закрывали в комнатах, лишали еды. И это лишь часть того, что происходило в стенах сомнительного заведения. Начиная с 2018 года родители пострадавших детей добиваются, чтобы жестокие воспитательницы и заведующие получили реальное лишение свободы. Тему продолжит Ирина Корчагина. Педагогический коллектив снова в сборе. Заведующая Воротникова, воспитатели Нагих, Чигрова, Плотникова. Больше пяти лет назад они прославили барнаульский детский сад Happy Baby. Камеры видеонаблюдения зафиксировали более 300 эпизодов издевательства над детьми. На кадрах малышей пинают в живот, швыряют, зажимают лицо подушками, закрывают в темных помещениях. В декабре 2021 года Центральный районный суд Барнаула огласил приговор воспитателям, но вместо реального срока подсудимые получили условные. Дальше была апелляция, которая не удовлетворила родителей детей. В ноябре прошлого года суд касационной инстанции в Кемерове вернул приговор в Барнаул. И снова родные стены помогли. Последняя касация в Кемерове уже в этом году опять отправила приговор на пересмотр. То, что произошло сегодня, удивило всех участников процесса. Основное наказание, назначенное по пунктам А и Г, части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации, до трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Взять ноги под стражу в зале суда. Для нее излюбленным методом насилия над детьми было закрыть их в темной комнате, нанести удары, лишить еды ребенка, принести ребенку еду, поставить ее в туалете на пол. То есть таким образом дети обедали. Это все делало на гих. Реальный срок получила еще одна воспитательница Оксана Чегрова. Три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако суд отсрочил ее наказание, пока ребенку Чегровой не исполнится 14 лет. Будет это не скоро. Но это уже прогресс для потерпевшей стороны. В третий раз дело рассматривается в апелляции, и два раза оно рассматривалось в касации. И самым сложным моментом было для нас после оправдания подсудимых прийти домой и посмотреть в глаза своим детям. Нашим детям было по полтора, два, три годика. Сейчас прошло уже более пяти лет. Они учатся в школе, они все понимают. Они помнят, что там с ними происходило. Несмотря на то, что родители добились реальных сроков хотя бы для двух воспитательниц, они считают, что суд в чем-то даже смягчил прежний приговор, исключив ряд эпизодов из объема обвинения. Именно поэтому, считает сторона обвинения, заведующая детским садом Елена Воротникова получила лишь штраф по статье 238, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Родители пострадавших детей будут добиваться того, чтобы Воротникову признали виновной и по другим фактам. Я не согласна со столь мягким наказанием в отношении заведующей детским садиком. Само за себя говорит многое. Заведующая детским садиком, где совершались определенные действия в отношении детей. Она сама неоднократно говорила, что она в курсе всего, что здесь происходит. У нее было выведено видеонаблюдение на экран мобильного телефона, на ее рабочий компьютер. В реальном времени шла запись того, что там происходит. Когда мы подавали жалобы, мнение было таково, что каждая из них заслуживает лишения свободы реальной. Воспитательницы так и не признали свою вину. Все эти годы они жаловались, что их добрые имена очерняют в прессе. При этом почему-то всегда радовались условным срокам. Сегодня у потерпевших появилась надежда добиться сроков реальных для всех. А пока меньше всего повезло Татьяне Нагих. Женщина, которая так любила закрывать детей, сама лишилась свободы. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Все объекты малотеплоэнергетики в Алтайском крае получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом не без гордости сообщил региональный министр строительства и ЖКХ Иван Гелев. Впрочем, исключения есть и они традиционные – Яровое и Олейск. Еще один успех, по мнению министра, то, что впервые за многие годы все котельные подключили к электроэнергии еще 1 сентября, несмотря на долги. Означает ли это, что наш край абсолютно готов к зиме? Расскажем далее. Все объекты малотеплоэнергетики к положенному сроку получили паспорта готовности к зиме. В Алтайском крае такого давно не было. Не стал скрывать эмоции министр строительства и ЖКХ региона Иван Гелев. 15 ноября была крайняя дата, когда котельные должны решить все вопросы. Аутсайдеров два, но к малоэнергетике они не относятся. Это Яровое, где паспорт не выдали из-за масштабной модернизации ТЭЦ, хотя работает она по плану. И Олейск, где котельная принадлежит Минобороны. Документы доделывают. Камина Абе официально готов, но край ему помогает с сентября. Там 28 миллионов рублей, чтобы купить 7 тысяч тонн угля. Угля до сих пор нет. Деньги там, но угля нет. И как они топятся? Нормативного угля нет. Там тысячу, там тысячу, там мы дали. Уже, наверное, что получается? 900, 1600, 3500. Ну, так и топятся. Резерв угля на 45 дней запасают в большинстве муниципальных образований. Сейчас в крае уже лежит в складах больше 200 тысяч тонн топлива. И пока, отметил министр, вопрос топлива не создает проблем. Его цена не совершила скачок. А в 2022-м нет и срыва поставок из Казахстана. Республика питает Ритяковский, Локтевский, Рубцовский и Изминогорские районы. И это дешевле, чем везти туда уголь с Кузбасса. На ценовую доступность работает и наш Мунайский разрез. Он снабжает южные территории края. Еще одно достижение профильного ведомства – электроэнергия во всех котельных, несмотря на долги. Все благодаря четкой организационной работе. Проверка должна осуществляться с середины октября до середины ноября. Мы сознательно идем на проверки, так скажем, досрочные. Буквально с июля начинаем проверять. 20 муниципальных образований, 28 предприятий было проверено в июле, в августе. 1360 замечаний мы получили. Вот так тоже за голову брались. Выделяли деньги дополнительно из бюджета. 35 примерно миллионов рублей этим районам. За последние пять лет, по словам министра, в сферу было вложено 11 миллиардов рублей. Заменили почти тысячу котлов, отремонтировали сотни километров теплосетей, ввели 70 новых объектов. Всего в крае сейчас насчитывается 1750 котельных. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. В крае как минимум 3000 пациентов страдают болезнью Паркинсона. Но это лишь предполагаемые данные, уточняют специалисты краевой клинической поликлиники. Многие просто не знают о том, что у них имеется хроническое заболевание головного мозга и прогрессируют разного рода расстройства. А между тем, те, кто включен в официальный реестр медучреждения, могут пройти специальную терапию, помогающую значительно улучшить самочувствие больных. О ней подробнее в сюжете Дарьи Ярошиной. О том, что болезнь Паркинсона не щадит нервную систему, Ольга Солдатова испытала на себе. Заболела 7 лет назад. От этого страдает, но старается держаться позитивно. Женщина говорит, самое дорогое – это жизнь. И надо радоваться каждому дню. Особенно, когда есть возможность пообщаться. В краевой клинической поликлинике как раз можно совместить приятное с полезным. В принципе, очень благодарны, что мы общаемся с такими же сотрудниками, как я называю, соратниками по нашему заболеванию. Очень благоприятная атмосфера. Благодарим краевую клиническую больницу. Ну и хотела бы, конечно, может быть, вперед заскакиваю, попросить наше министерство и наше губернатор, чтобы немножко больше обратили внимание на нас, на болезнь Паркинсона. У нас нет такого, что пациент. Для нас это как-то особенное отношение. Оно особенное, но мы стараемся максимально обстановку создать, чтобы пациент не чувствовал себя, что он как-то болен. То есть никаких таких нюансов нет. Мы максимально открыто общаемся и проблему освещаем. Пациенты у нас готовы слушать и помогать себе. То есть, поэтому школы нужны для того, чтобы решать те вопросы, которые мы не можем решить в рамках нашего маленького приема. Как уверяют врачи, от болезни Паркинсона страдает не меньше трех тысяч человек в крае. В России нет четких эпидемиологических исследований, прям стандартизированных, и нет единого регистра больных болезнью Паркинсона. В связи с этим распространенность заболеваний, точно сказать, невозможна. Она варьирует в зависимости от региона и составляет от 20 до 140 человек на 100 тысяч населения. Больным Паркинсоном, кроме приема лекарств, важно следить за питанием и проявлять физическую активность. Специалисты не только читают своим ученикам лекции на эту тему, но и на каждой встрече проводят небольшую зарядку. Да, рекомендуется двигательная активность. Лично я прохожу каждый день до 10 километров. Но в зимний период немножко меньше, потому что снижается уровень. У меня огород, я вообще активный человек в этом плане, что рекомендую тоже своим соратникам. Сейчас школу посещают примерно 10 человек. Знакомство с арт-терапией для них – возможность помочь себе самостоятельно. В результате должны восстанавливаться двигательные способности, навыки ориентирования в пространстве и даже зрение. Иногда больные плохо различают цвета. Неважно, умеет человек рисовать или нет. Главное – процесс. Мы сегодня намеренно выбрали ту технику, при которой вы вообще не будете думать, как оно что должно быть. Собственно, мы каждый мастер-класс абсолютно в нашей студии настраиваем, по крайней мере пытаемся настроить наших гостей на то, чтобы они не думали об этом результате. Потому что правильно так, как вы хотите, правильно так, как вы видите. Рисовали картины аффирмации, работа над состоянием через самовнушение. Поэтому в завершении процесса на картине нужно написать что-то воодушевляющее или просто приятное. Если отклик на такой эксперимент найдет поддержку и покажет реальные результаты, в чем не сомневаются медики, такие занятия продолжат. Но на сегодня план минимум – просто рассказать, что иногда, держа в руках кисточку, получается держать свою жизнь. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев, День с толком. Испортился сон, пропал аппетит. Барнаульцы задыхаются от мусорных ароматов. Несколько недель назад один из жителей краевой столицы самовольно перевез мусорные контейнеры и поставил их под окна жильцов соседнего дома. Самодеятельность мужчин и горожане не оценили и начали требовать, чтобы баки вернули на прежнее место. Но достигнуть этого оказалось непросто. В бытовом конфликте разбиралась Валентина Аскерова. В понедельник пришла здесь вот так вот на три метра. Везде мусор. Два мусорных бака сегодня красуются под окнами Натальи Викторовны. Мужчина по соседству терпел мусорный пейзаж возле своего дома. Но спустя 10 лет терпение лопнуло. Начал присматривать контейнером новое место жительства. Сосед 10 лет назад мне еще предлагал сюда поставить мусорки. Я говорю, иди себе поставь под окна, если так тебе надо. Он как бы слова нет понимал. Сейчас он перешел к действиям. А мусор разносится. У меня под воротами там. Выхожу. Мусор. С чего ради? Я дворник или кто я? Я непонятно. А сосед-то что говорит? Вы наверняка к нему подходили. Я, говорит, нюхал этот мусор. Теперь вы нюхайте. Недовольные жильцы объединились. Написали заявление в полицию, администрацию Октябрьского района. Между тем они искренне не понимают, почему сосед самовольно перевез контейнеры в другое место. Прежняя площадка устраивала всех, говорят люди. Вот на этом месте у нас стояла мусорка. Здесь бачки стояли. Здесь все было убрано, главное. Сейчас то ли еще кидают люди по привычке сюда ходят. Узнать истинные причины манипуляций с баками мы попытались у самого соседа. В момент визита мужчины дома не оказалось. Ситуацию прокомментировала его супруга. На каком основании ко мне поставил? Да не только к тебе, а на проезжую часть. Давайте придумаем, где положено мусорка стоять. 25 лет назад, когда существовало ЖЭУ, поэтому поставили сюда. А хотя стояли на углу. Не понравилось, что на углу спрятали сюда. Вот здесь занесет дорогу, машины пробьют, а там никто не пробивает. Мусорка подъезжает, не проехать. Разворачиваются, уезжают. Здесь за зиму свалки, горы. Там уже и крысы, и мыши, и там чего только не было. Несмотря на то, что супружеская пара испытывала большой дискомфорт, самовольно перемещать баки они не имели права, отмечают коммунальные эксперты. Самовольный перенос мест складирования твердых коммунальных отходов недопустим, потому что места складирования ТКО согласовываются с органами местного самоуправления, с местной администрацией, а также с учетом мнения санитарно-эпидемиологических служб. Поэтому лучше вернуть баки на прежнее место, но при этом продолжить борьбу за новую прописку законными методами. Обратиться в администрацию района с заявлением о переносе контейнеров. Власти, в свою очередь, рассмотрят новые локации для мусорных баков. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Ценный груз для детей из Донбасса, книги и другие полезные подарки предлагаются брать жителям Алтайского края. В поддержке нуждаются воспитанники двух детских садов, которые открыли в этом году в Бахматском районе. Гуманитарную акцию организует волонтерская группа «Разведка Сибирь». Отправьте на Донбасс игрушки, развивающие книжки, тетрадки, маркеры и так далее. Волонтеры уже долгое время занимаются организацией и отправкой гуманитарных грузов на Донбасс. Обычно это посылки для бойцов и медицинских работников. С новым грузом передадут постельное белье для полевых госпиталей, 500 одеял, матрацы. Однако в этот раз внимание решили уделить и малышам. Адресы телефона, по которым можно узнать все подробности, вы видите на экране. Подчеркнем, груз отправят на Донбасс 22 ноября. В Алтайском крае за год на 17% снизилось количество смертей в авариях. Одна из главных причин – усиление мер безопасности на дорогах региона. Однако немаловажный стиль вождения автомобилистов. Дорожники и сотрудники ГИБДД с помощью необычной акции решили напомнить водителям о правилах поведения на дороге. Кто помог инспекторам в этом деле, смотрите далее. Сейчас проходит акция «Движение без риска». Я юная инспектор Дорожного движения города Новоалтайска. Хочу подарить вам памятку с самыми главными правилами дорожного движения и световозвращающий жилет и световозвращатель. Спасибо. Берегите свою жизнь и жизнь твоих близких. Счастливого пути. Спасибо. Такая неожиданная акция застала водителей на трассе Р-256 рядом с Новоалтайском в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Алтайском крае за год сократилось на 17%. Особенно хорошая статистика у Чуйского тракта. Количество учетов ДТП на автодороге Чуйский тракт по сравнению с прошлым годом снизилось. Также снизилось количество погибших. Так, в 2022 году за 10 месяцев погибло 33 человека, в 2023 году за такой же период погиб 21 человек. Профилактировать аварийность на дорогах помогают не только юные и взрослые инспекторы, но и дорожники, отвечающие за состояние трасс по всему региону. Лишь за этот год они проверили 5 потенциально аварийных участков на дорогах федерального уровня. Еще их силами было организовано четырехполосное движение от Барнаула до Новосибирской области. Также стоит отметить о немаловажном методе по борьбе с аварийностью. Это освещенность дорог. В этом году введено в эксплуатацию 7 километров автомобильных дорог с освещением. В прошлом году 25 километров. Другая мера безопасности – контроль скоростного режима. В среднем на 100 километров федеральных дорог в крае приходится примерно 4 комплекса фото-видео фиксации нарушений. Однако до конца года, благодаря региональной поддержке, число камер на трассах федерального уровня вырастет больше, чем в два раза. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Ралли-трейд «Шелковый путь» пройдет через Алтайский край в 2024 году. Маршруты юбилейного 15-го заезда включает в себя и Барнаул. Известно, что стартует ралли 5 июля в Томске. Оттуда караван отправится на юг Сибири в Барнаул, затем в Горноалтайск. Село Кошагач будет последним российским пунктом маршрута. Затем «Шелковый путь» пройдет через Монголию. Ключевой точкой там станет старейший город Хофт. Финиширует ралли в китайском городе Харго с 15 июля. Общий километраж гонки – почти 5,5 тысяч километров. Причем большая часть из них – скоростные спецучастки. Организаторы называют маршрут довольно сложным. Участникам придется преодолеть тайгу, горы, пустыню Гоби. Но тем интереснее будет наблюдать за ралли-трейдом. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok